Здравствуйте! Сегодня мы говорим о гендерном равенстве в Казахстане. Тема важная, но в силу различных причин, не всегда имеющая достаточно социальных откликов. В нашей стране она обсуждается не так давно, с начала 2000-х, когда была введена статистика зарегистрированных преступлений в отношении женщин. И тогда стало очевидно, о равноправии полов в Казахстане говорить не приходится. 23 сентября 2016 в Астане был презентован проект концепции семейной гендерной политики. Этот новый документ станет логическим продолжением стратегии гендерного равенства. Прошлая программа была рассчитана на 10 лет и в этом году завершилась. Изменятие концепции гендерной и семейной политики особенно важно в современных условиях. Приоритет ценностей семьи по-прежнему остается самым значимым для 85% населения Казахстана. В то же время в обществе наблюдается кризис воспитания, глобальная дисфункциональность семейных отношений, утрата семейных ценностей, приоритет личных интересов насеменными. В работе над документом приняли участие Национальная комиссия по делам женщин, семейно-демографической политики, казахстанские и международные эксперты. Проект, в отличие от предыдущего, будет рассчитан на 14 лет. Если раньше гендерные вопросы рассматривались в контексте общественно-политической жизни, и им было уделено отдельное внимание, то в новом документе понятие равноправия и семья неотделимы. Илэйн Конкиевич, глава отдела ООН «Женщины в Центральной Азии», знакома с текстом будущей концепции. Международная организация, в которой она работает, уже внесла свои предложения и рекомендации по документу. Казахстану, несмотря на достигнутые успехи в достижении гендерного равенства, все-таки еще есть над чем работать. А вопросам равноправия полов все же стоит уделить отдельное внимание. За последние 25 лет с временем независимости есть положительные моменты, что улучшилось. Например, участие женщины в парламент, в мажорист, там улучшилось, повышалось количество женщин, которые были избраны в парламент, на больше 2,5 раза больше женщин. Когда мы на парламент смотрим, например, глобальный уровень, где-то 20% женщин участвуют в парламент, здесь, в Казахстане, ниже палат Мажорис уже достигли 27%. Но отрицательно, что в гендерной стратегии, которая была подписана в 2006 году, которая совершается в этом году, был подставлен цел, чтобы 30% парламента были женщинами. Но, к сожалению, пока они достигли 30%, это 27%. Но это нижняя палата. Когда мы говорим насчет Сенат, там, к сожалению, ситуация не так же хорошая, потому что там всего, ну, сейчас был новый назначен, еще одна женщина, которая уже положительная, но процент это только достигли 8,5% женщин находится в Сенате здесь. Что, когда мы говорим насчет мирового уровня Казахстана, Казахстан на 47 место и 145 стран. Это рейтинг, который делается в Всемирный экономический форум каждый год. Что, если считая, ну, 25 лет на независимости, Казахстан на хорошее место 47 и выше, чем всех стран в Центральной Азии. Ситуация в маслехатах в местных представительных органах, согласно статистике, также выглядит неплохо. После прошедших выборов в начале 2016 года женщин там оказалось 22,2% от общего числа избранных депутатов. В 2006 этот показатель составлял 16,7%. До заветных 30%, заложенных в стратегии гендерного равенства, немного не хватило. Лизат Колтаева в марте 2016-го была избрана депутатом маслехата в 33-м округе Алматы. Последние полгода политик совмещает работу с населением, заседание в местном маслехате и работу в ассоциации женщин с инвалидностью Ширак. По ее словам, в местном представительном органе можно отметить положительную тенденцию. По количеству женщин все еще меньше, зато на уровне принятия решений достигнуто равенство. В этом году 7 женщин-депутатов. Это рост больше, чем в два раза. В то же время это недостаточно, это далеко от всех 30%, которые как бы ставит перед собой та же наша гендерная политика. Но определенный рост есть. Есть хороший качественный показатель, но он же и количественный, то, что 6 постоянных комиссий в маслехате, 3 из них руководятся женщинами. То есть на уровне маслехата, на уровень принятия решения, также на этом уровне создалось такое вот совершенно равное 50 на 50 положение между мужчинами и женщинами. Это о многом говорит. И сам выборный процесс, я могу сказать, что я не сильно отслеживала прямо гендерный состав кандидатов, но женщин было достаточно много. Вообще, когда шли выборы, я всегда обращалась и к женской части своей аудитории, потому что я прямо им говорила, что факт известный. Женщина обычно отвечает хорошо за дом, за семейный бюджет. Она часто старается не жить какими-то иллюзорными представлениями, такими идеалами, всегда думает о завтрашнем дне. Примерно так же женщины могут работать и на уровне масляхать. В июне 2016-го в Фейсбуке под хэштегом «Я не боюсь сказать» появилась запись украинской журналистки Анастасии Мельниченко. Девушка рассказала свою историю о том, как она пережила сексуальное насилие. А дальше, не страшно сказать, стала сотням девушек, в том числе и в Казахстане. «Я стала уходить, он стал домогаться. Я почти убегаю. Он бьет меня по лицу. Мисс Казахстан, что ли? Что такая гордая? Сейчас я тебя сломаю. Я вырываюсь и бегу к выходу». Но это может случиться с каждой именно потому, что мы не привыкли говорить об этом публично. И агрессоры знают, что им за это ничего не будет. Общественное мнение, как это ни парадоксально, будет на их стороне. После признания Дины Смаиловой в фейсбуке посыпались сотни слов поддержки, осуждения, а в личных сообщениях девушки писали свои трагичные признания. Через несколько месяцев женщина приняла решение создать фонд «Не молчи». Соучредителями стали еще две девушки, пережившие насилие – Жебет Мусинова и Мольдер Жумабаева. Дина Смаилова планирует войти в рабочую группу по обсуждению вопросов сексуального насилия в отношении женщин. Одна из ее рекомендаций – ужесточить меры наказания для насильников и допускать фактов примирения сторон. Необходимо выравнивать отношения, действительно, права женщин, равных с мужчинами. Почему? Потому что вот именно вот это бесправие, вот именно вот это отношение, особенно в селах, женщина на порядок, на 10 голов ниже мужчины, и причем с рождения. И это отношение не только мужское, это отношение женское. Если мы в городе, еще городские, образованные люди, которые, я не знаю, информационно подкованные, много читают там. Вот это другое отношение совсем. Женщины совсем другие. Но если мы выезжаем в село, мы видим совершенно другую картину. Они боятся не получить поддержку, одобрение со стороны мужчин. Я считаю, что в этом плане надо просто объединяться в какие-то женские организаторы. А так отреагировали на правоприменительную практику в делах о сексуальном насилии феминистки из КАСФЭМ. Акция в начале сентября состоялась в центре Алматы. В апреле девушки устроили перформанс против бытового насилия. Инициативная группа КАСФЭМ была создана в 2015 году. За время существования к ним присоединились десятки феминисток из разных городов. Группа участвует в издании журнала «Юдоль» в тиражстве экземпляров. Распространяется в основном из рук в руки. Так активистки пытаются привлечь внимание к проблемам гендерного неравенства. Мы как инициативная группа согласны с ее инициативой. И мы считаем, что возможность вообще такой меры, как примирение сторон, она развязывает руки насильникам, то есть открывая им возможность к угрозам, запугиваниям жертвы. И так как такая мера все еще возможна в судебных делах, то многие этим пользуются. Потому что хочется что-то изменить. То есть ты понимаешь, что сейчас это происходит, и как бы у тебя недостаточно ресурсов. То есть мы просто низовая гражданская инициатива. Но мы хотим, чтобы нас услышали, мы хотим, чтобы был отклик общественный, чтобы те проблемы, которые нас волнуют именно насчет гендерного неравенства, они как бы поднимались. Потому что женщины и девочки страдают именно сейчас, и это постоянный процесс из-за гендерного неравенства. Мы требуем, чтобы или же баннера убрали, или же изменили текстовку на папа и мама за плати алименты, или же родитель. В феврале 2016 года о нарушении своих прав заявили Азамат Джумадилов и Александр Стрелецкий. Мужчины усмотрели в рекламном плакате «Папа, заплати алименты!» дискриминацию. По их мнению, в стране существуют семьи, где детей воспитывают отцы. Иск был рассмотрен суде. Ответчик департамент, где-то из города Алматы о необходимости убрать социальную рекламу. Суть диска в том, что в Алматы и в других городах республики появились на улицах баннера, где написано, ну, в разных вариантах, на русском и наказском языке, «Папа, заплати алименты!» Ну, вроде все правильно, но, я думаю, мы считаем, что неправильно, потому что адресовано только к папам. При этом мы знаем, что есть случаи, когда и мамы должны платить алименты, и они этого не делают, но и к ним нет вопросов. А к папам вопросы есть. Суд в плакате не усмотрел нарушение законодательства. Удовлетворение иска к департаменту юстиции было отказано в полном объеме. Казахстан занимает 47-е место в глобальном рейтинге гендерного равенства Всемирного экономического форума. Республика обошла страны СНГ, но даже при этом все еще не в первой десятке мирового рейтинга. Стране с проявлениями восточного менталитета придется преодолеть множество стереотипов, прежде чем в полной мере достичь гендерного равноправия. Станет ли новый документ проект концепции гендерной и семейной политики драйвером развития – неясно. Но вот предыдущий с поставленными задачами не справился. Для того, чтобы обсудить ситуацию с гендерным равенством или, скорее, неравенством, мы пригласили в программу представителей обоих полов. Один из них – писатель Юрий Серебрянский, а вторая – Аида Альжанова, возглавляющая сейчас общественный фонд. Им предстоит сегодня отстоять свою точку зрения и выслушать экспертные предложения. Давайте узнаем, кто из них сегодня окажется на стороне женщин. Юрий Серебрянский – писатель. В 1997 году окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности химик-эколог. Работал в Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов Казахстана, а также в программах развития ООН в качестве эксперта международного экологического законодательства. С 2010 по 2012 годы работал преподавателем в открытой литературной школе Алма-Аты, главный редактор журнала «Польской диаспоры в Казахстане». Проза и стихи писателя публикуются в литературных журналах с 2002 года. Я думаю, что, конечно, в любой стране есть проблемы с равноправием гендерным. И я не думаю, что у Казахстана самая плохая ситуация в этом плане. У нас действительно есть женщины в министерствах, возглавляют министерства, есть женщины в правительстве, есть семьи, возглавляемые женщинами. Моя точка зрения в этом достаточно толерантная. И я также готов слушать людей, которые не выскакивают, не пытаются кричать и выскакивать как-то, а пытаются делать анализ и аргументировать свои заявления. Тут было бы интересно посмотреть на какую-то общую мировую статистику, есть ли вообще организации, возглавляемые мужчинами, проводящие такие исследования. Или во всем мире этим занимаются женщины. В прошлом веке борьба за равноправие началась именно с женщин, с Розой, Люксембург и так далее. То, по-моему, по накатанной так и продолжается. Что касается финансирования этих организаций, то я думаю, да, перевес здесь есть, конечно, в сторону женских и феминистских организаций. Так как это традиция уже. Вспоминается песня It's a man's waltz, которую перепевают все, кто может петь, и в том числе и мужчины. Я больше здесь говорю о защите, что ли, такого мужского, не мужского мира, а традиционного мира семьи, когда приходится общаться с феминистками. О том, что именно этот мир классической семьи он сейчас подвергается нападкам со стороны феминистских организаций. И та модель, которая подвергается осуждению, она была создана где-то там в махровых 70-х годах. И она так и путешествует из статьи к статье. Тем не менее, я уверен и вижу, что такая классическая семья, мужчина-женщина. Эта модель тоже меняется. Аида Альжанова, президент общественного фонда Адам Даму. Окончила КИМЭП по специальности бизнес-администрирование. Продолжила образование в университете Джорджтауна, где проводила исследования по теме населения, гендер и развития. 13 лет проработала в фонде ООН по народонаселению и развитию в Казахстане и Нью-Йорке. С 2011 по 2014 годы работала в Министерстве иностранных дел Казахстана. Эксперт ДИПЧ ОБСЕ по гендерным вопросам. Согласно стратегии гендерного равенства на 2006 и 2016 годы, которые заканчиваются в этом году, целью было достижение 30-процентной представленности женщин на различных политических позициях. Мы не достигли этого показателя и, например, выборы этого года даже ухудшили на 1 или 2% эту ситуацию с женщинами в парламенте. Уже доказано, что когда женщин 30 и более процентов в парламенте, то дискурс в парламенте совершенно меняется и он становится более таким инклюзивным и социально направленным. Хотя у нас количество женщин с высшим образованием почти на 10% больше, чем мужчин. Но при этом мы видим, что, например, на высоких позициях, политических и позициях, где принимают решения, все-таки женщины сильно недопредставлены. На сегодняшний день у нас всего одна женщина-министр. У нас всего одна женщина-посол. Ну да, у нас говорят, что есть женщина-государственный секретарь, но вы же знаете, что у нас должность государственного секретаря, она является какой-то такой ключевой в плане принятия решений и продвижения вот именно гендерного равенства. То есть я еще ни разу не слышала, чтобы наши политики или депутаты высказывали свое мнение по поводу, например, вот в недавних случаях изнасилования женщин, этого пиющей факта нарушения прав человека и в частности прав женщин. Ну и экономически у нас женщины более уязвимы, потому что зарплата женщин где-то в среднем на 20-30% ниже. И это связано не потому, что женщина платит меньше, а потому, что женщины занимают позиции ниже, чем мужчины. Если вы посмотрите на государственной службе, то вот на среднем уровне там практически одни женщины, но вверх продвигаются почему-то мужчины. То есть мужчины как-то прыгают по карьерной лестнице, когда женщины застревают в ней. То есть существует определенный стеклянный потолок для женщин. И это очень часто связано с нашим культурным восприятием. На одном из круглых столей представительница центрального избирательной комиссии мне заявила, что вы должны учитывать наши восточные традиции. Вы знаете, мы не позиционируем себя как восточная страна или как мусульманская страна. Мы по конституции светское государство. И кроме того, мы очень часто говорим о том, что многонациональное и многоконфессиональное государство. Равенство оно или есть, или его нет. То есть любой человек может фактически сказать, что в нашей стране равенства нет, если посмотреть на индикаторы политические, экономические. Как видно, интриги не случилось. Даже в нашей программе мужчина и женщина оппонируют друг другу, хотя и в цивилизованной форме. На страже мужского мира сегодня его представитель в лице Юрия Серебрянского. Что ж, по крайней мере, это достаточно точно яркий индикатор того, что в области равенства полов нам есть над чем работать. По традиции, мы попросили экспертов подготовить три компромиссных предложения для наших оппонентов. Мы готовы выслушать первое. Слабые места это гендерное образование. О нем не говорят, его нет. Мы знаем, что есть, например, в некоторых вузах какие-то небольшие такие разделы, но они не носят такого обязательного характера. То есть это можно изучать, можно изучать, можно просто прочитать и не сделать из этого вывода. Вот именно усиливать гендерное образование, начинать его как можно с раннего школьного может быть возраста. Это будет очень важно. То есть когда человек во взрослую жизнь уже приходит с устоявшимися чуткими понятиями. Я думаю, что все равно ребенок берет на 90% информацию о том, какими должны быть отношения между мужчиной и женщиной либо между женщиной и женщиной или мужчиной и мужчиной из семьи. И та модель, которая есть в семье, она и перейдет к нему. Какое бы гендерное образование не было, каким бы оно не было, какая бы информация не доносилась до ребенка. если папа говорит, что это так и мама говорит, что это так, то я уверен, что ребенок скорее всего будет воспринимать именно эту информацию из семьи. Ну я согласна полностью, потому что гендерное образование это часть вообще общей системы образования, системы образования именно в рамках прав человека. У нас это образование вообще отсутствует. У нас нет образования по правам человека. Я ни разу не слышала, чтобы был какой-то курс в школе о правах человека. В Америке любой малыш знает, что это его право, их там с детства учат, на что они имеют право, а на что они не имеют право. Поэтому это не потому, что вот именно гендерного образования не хватает. У нас вообще не хватает нормального образования. Она больше не хочет быть вьючным животным своего дома. Довольна с нее и того, что она столько лет своей жизни отдает на воспитание детей. Она не хочет больше быть в доме кухаркой, судомойкой, горничной, писал русский князь Петр Алексеевич Кропоткин. Именно анархисты в России первыми стали бороться за равенство полов. Освободить женщин предполагалось и от домашней работы путем механизации домашнего хозяйства, открытия учреждений службы быта и столовых. Борцы за права женщин полагали, что именно такой путь даст женщинам свободу, а не переложат домашний труд на плечи другой. И как ни странно, именно Россия одной из первых стран в мире законодательно и официально провозгласила равенство прав мужчин и женщин в 1917 году после Октябрьской революции. Сегодня же критика концепции гендерного равенства по-прежнему базируется на главном постулате невозможно уравнять правах мужчину и женщину, потому что они разные от природы. Однако даже критики концепции признают, что возможности для развития и реализации у представителей разных полов должны быть одинаковыми. Когда говорят, что нетравенство, всегда говорят, что на уровне принятия решений одни мужчины. И мы до сих пор не достигли 30-ти процентного потолка. На Западе уже кое-где приняты гендерные квоты. Как бы для того, чтобы был гендерный баланс, предлагается проводить гендерные квоты. И знаете, в последнее время этот вопрос муссируется. Но если не будут вводить гендерных квот, мне кажется, даже 30-ти процентного представительства женщин на уровне принятия решений мы вряд ли достигнем. Я за естественный ход развития историй и событий. И что касается политики, то тут ценятся, на мой взгляд, не мужчины и женщины, а ценятся личности. Если мы встречаем такую личность, как Голда Мэйр, например, в Израиле, то она способна изменить историю и изменила историю. И здесь создавать какие-то специальные квоты для женщин. Но все должно быть естественным путем. Гендерные квоты — это временные меры по продвижению женщин в политике. И эта мера была очень активно уже опробована во многих странах. В свое время в европейских, в частности, в скандинавских странах. и очень сильно это было, так сказать, продемонстрировало результат в латиноамериканских странах. Посмотрите, на сегодняшний день в латиноамериканских странах уже было около 11 женщин-президентов. В 80-е годы там активно внедрялись кендерные квоты, которые способствовали продвижению женщин на руководящие позиции. Обратите внимание на разность позиций наших гостей. Писатель Юрий Серебрянский уверен, что создание привилегий для женщин это неестественный ход вещей. Его оппонент Аида Альжанова считает, что это временная мера для того, чтобы дать возможность женщинам заявить о себе, в том числе и в политической сфере. Возможно, хотя бы третье предложение эксперта окажется компромиссным для обоих. Как только принимается какая-либо государственная программа по строительству или по энергетике, неважно какая, она должна учитывать интересы женщин. То есть гендерные экспертизы должны проходить все государственные программы и все государственные планы и только после этого утверждаться. К сожалению, на данный момент у нас есть документ, который обязывает проводить эту гендерную экспертизу, но в принципе она не проводится. Вот у меня опять складывается впечатление, так как и сейчас я послушал мнение трех экспертов, и слово гендерное прозвучало наверное раз тридцать за короткую, за короткие эти выступления. У меня складывается впечатление, что те шаблоны, которые сейчас есть у феминистских организаций, они без изменений пришли из тех лет, когда они складывались, и они совершенно не учитывают менталитеты нашего общества. И здесь для меня это примерно то же самое, что было в 90-е годы с этими людьми, с чемоданчиками, которые продавали наборы посуды и утверждали, что у их босса день рождения, а сами боссы сидели и думали, почему уже в Казахстане не работает эта схема, потому что эта схема совершенно не учитывает ментальность нашу и то, как строится наше общество. Я думаю, тут феминистским организациям нужно работать именно с этим. Гендерная экспертиза была бы очень полезна, но она остается формальная очень. Я думаю, что это связано с тем, что у нас сейчас несколько формально работает Национальная комиссия по делам женщин, потому что в 2000-х годах, когда ее только создали в конце 90-х годов, комиссия была очень активна, и она возглавлялась министром без портфеля, то есть председатель комиссии была членом кабинета, и таким образом она могла поднимать эти вопросы на заседаниях кабинета министров. А сейчас эта комиссия является консультативным органом при президенте, который в принципе только дает советы правительству, а правительство может решить, согласиться с этим, а может не согласиться. Ну, у правительства всегда главный ответ какой? Денег нет. Кажется весьма показательным тот факт, что сегодня наши герои оказались на диаметрально разных позициях. Ни по одному предложению сегодня нет консенсуса. Весьма хрестоматийно один из них считает, что волноваться нечего, с правами женщин в стране все в порядке, и дополнительные механизмы по их продвижению не нужны. Сами женщины придерживаются иного мнения. Впрочем, слово нашим героям, послушаем их резюме. равноправие заключается не в отношении в работе к человеку как мужчине или женщине, а в отношении к профессионализму. Именно так я это понимаю. И отсюда я уже делаю выводы и рассмотрение вот этих программ по поводу квот, гендерных квот и всего остального. Вот если человек профессионал, то история показывает, что он личности не важно какого он пола. Я считаю, что если в семье здоровые отношения, то будет равноправие. И я думаю, что больше нужно заботиться об этом. Я в своем кругу общения я вижу уважение и уважение с тем восточным оттенком, который у нас есть здесь в Казахстане. И я это нормально воспринимаю как восточный мужчина. Я считываю эти знаки и нормально это воспринимаю. Мы не говорим сейчас при этом о каких-то аномалиях, потому что когда возникает такая аномалия, то тогда даже в соцсетях мы видим, что есть реакция мужчин, которые выступают в защиту даже оскорбленных. И нельзя говорить, что женщины остаются наедине со своими проблемами здесь. Есть общество и есть наш менталитет. И если мы будем как минимум сохранять это, то будет все нормально. Я бы хотела, чтобы гендерная равенство была реальная и неформальная в стране. Чтобы когда ты разговариваешь с людьми, люди не говорили «ты так говоришь, потому что ты женщина». Чтобы не было сексизма. В высказываниях очень многих политиков много сексистских выражений, за которые на Западе этих политиков бы уже снесли давным-давно. То есть политики должны быть гендерно-нейтральны. Вот меня недавно поразил один факт. Министр внутренних дел взял под свой особый контроль убийство троих скотоводов. Но почему-то он ничего не сказал о случае, когда изнасиловали 56-летнюю женщину в Сверске и при этом до сих пор не поймали преступника. Почему вот этот случай министр не взял под свой особый контроль? А насчет того, что женщины должны быть представлены в парламенте и на государственных постах в 30-процентном составе выше? Это уже практика мировая, которая показала свою действенность. И меры эти временные. То есть они бывают на один или два срока парламента, после чего электорат привыкает к тому, что они видят больше женщин в политике. И роль женщин отведена в культуре, в образовании, в медицине. Но не как в экономике или в той же обороне. Гендерная эгалитарность или равенство полов, по мнению исследователей и социологов, это следующая ступень после патриархальной системы. Принцип подобной концепции устранения всех социальных барьеров в достижении равных возможностей. Возможно, именно поэтому в стране, которая заявляет себя светской, но живет частично патриархальными устоями эта тема вызывает болезненное отношение даже среди урбанизированного и образованного населения. Все большие перемены начинались с подобных дискуссий. По этой причине есть надежда на то, что сдвиги в общественном сознании все-таки произойдут. Ведь часто, чтобы выжить, надо найти равновесие, в нашем случае гендерное. Берегите себя, увидимся на власти. Субтитры создавал DimaTorzok